Здравствуйте, коллеги! С наступающим вас новым учебным годом! Я сейчас посмотрел списки участников наших, в нашем альбинаре, и вы знаете, очень многие наши постоянные слушатели сегодня тоже с нами. Это, конечно, приятно, но радует и пополнение, которое произошло. Искренне желаю, чтобы наступивший учебный год принес вам удовлетворение, принес, не подорвал ваше здоровье и не убил веру в то, что вы нужны государству. Что вы, в самом деле, делаете большое дело по воспитанию следующего поколения россиян, так нужных нашему обществу. А сегодня что? Сегодня новые ГОСы, новые бумаги, новые программы. Знаете, у меня складывается впечатление с ГОСами, что мы живем постоянно, проживаем в квартире с постоянным ремонтом. Не успеет закончиться один ремонт, тут же начинается другой. А пожить-то и некогда получается. Конечно, это круто, наверное, креативно, но все-таки крайне дискомфортно и для учителя, и для детей, и для нас, ну и для всех, наверное, все это. Только освоили новые стандарты, сейчас бы шлейф на них наработать как следует, межпредметные связи поработать, наработать всю систему мониторинга и так далее. Нет, опять новые стандарты, опять новые книжки, опять новое все остальное. Ну что, я думаю, с этим справимся. Только по неволе возникает вопрос, если эти стандарты были недоработанные и не очень хороши, кто несет ответственность за то, что они были такие, что их пришлось переделывать? И нет ли у нас риска, что и новые стандарты будут недоработанные? Все-таки, наверное, на эти вопросы нужно тоже отвечать. Ну ладно, о грустном не будем. Давайте перейдем все-таки к нашей внепосредственной работе. Наше издательство ориентировано, прежде всего, на учителя практики, на реального ученика. Вот уже 19-й год мы стараемся помочь и ученику, и учителю. Наши рекомендации, которые уже есть наработаны, апробированы они, и они получили признание, идет разработка новых наработок. Сегодня вы как раз об этом и услышите, обо всех вещах. Но прежде всего, продолжают выходить традиционные серии ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Конечно же, с ориентацией на новые демоверсии. Чтобы уйти от риска натаскивания простого, мы и стремимся к тому, чтобы у нас было как можно больше разнообразных вариантов. Так, если у нас, например, в книжке предполагается 10 вариантов, то, как правило, каждый автор из них разрабатывает не более 3-4. Понятно, разные люди, разные подходы, разные нюансы, которые нужны, разнообразят под самоподготовку и делают более осознанной, более обобщенной в самоподготовку детей. Ну, оправдался я выпуск дидактических материалов из двух книг. Это вы уже знаете, поэтому рассказывайте, мы будем продолжать это делать. Вам потом расскажут более подробно, что у нас есть. Новинки тоже у нас появились в этом году. Прежде всего, начальная школа, предшкольная, подготовка к школе, очень важная часть. Летние задания для детей, которых у нас до этого не было. Я вчера беседовал с одним из заучьем по начальной школе города Ростова. Она с удовольствием посмотрела на эти книжечки, особенно летние понравились. Да, это то, что нам нужно, потому что дети за лето забывают все, что только было. Поэтому это опять-таки у нас будет. Ну, и кроме того, мы большое внимание уделяем повышению квалификации самого учителя. То есть, речь идет о мастер-классе, который у нас есть. Речь идет о том, как составить портфолио. Речь идет о том, как научить учителя формировать его универсальные учебные действия и так далее. Ну, а технологии работы, методическая рекомендация наших вебинаров. Я думаю, что те, кто у нас уже до этого знают наши вебинары, уже все это подтвердят. Но новенькие приглашаем к нашей работе. Кроме того, приглашаю всех к сотрудничеству с нашим издательством. Мы ждем от вас предложения по олимпиадному движению, по всем предметам. Ждем откликов на наши книги, пояснения, которые у вас есть, пожелания какие-то у нас есть. С удовольствием все их примем. Но сейчас, чтобы время ваше не забирать, я отдаю слово нашему главному редактору нашего издательства Анне Витальевне Ильиновой. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Рада вас видеть здесь в начале учебного года. Поздравляю вас. И присоединяюсь к поздравлениям Сергея Георгиевича. Поздравляю вас с наступившим учебным годом. Желаю вам прежде всего здоровья. Это тот базис, который необходим нам всем. Желаю вам счастья, удачи, радости в труде и в семьях, везде. И прежде всего я желаю вам стабильности во всем. Сейчас говорили о той турбулентности во ВГОСах, в изменении документов. Пусть стабильность прибудет с вами в вашей работе, в вашей жизни. Это то, что необходимо нам всем. А мы, как издательство, стараемся внести вклад в эту всеобщую учебную, в вашу стабильность своими учебными пособиями, которые мы выпускаем. Стараемся выпускать вовремя, выпускаем качественно, выпускаем на одних и тех же базовых принципах, которые вам нравятся, я надеюсь, которые вам полюбились, которые вы оценили. И приступим к обозрению нашей учебной литературы. В принципе, наверняка большинство из вас наш ассортимент знает, поэтому мы не будем останавливаться на каждой позиции. Для этого у нас будут специализированные предметные вебинары. Мы ознакомим вас с этим расписанием в рамках этого ознакомительного вебинара. И сейчас мы переходим на нашу презентацию. Наше издательство выпускает пособие, прежде всего, для подготовки к основным формам аттестации в школе. Это ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Вы знаете книги, вы видите на экране наш ассортимент. И самое основное, это наша структура. Основное, о чем я хочу сказать, это структура наших учебных комплексов. То есть, в них входит книга основная с вариантами для подготовки к ЕГЭ или ОГЭ, тематический тренинг или тренинг по типам заданий, а также вспомогательная литература, то есть книги справочного характера, книги для подготовки по тем или иным сложным темам, как, в частности, у нас есть и по биологии, и по другим предметам. Ну и так далее. То есть, это базовый слайд. Вы видите наш основной базис. То есть, все наши книги с вариантами соответствуют новым демоверсиям. То есть, сейчас все книги, которые в типографии, которые вышли и которые выходят, они составлены исключительно по проекту демонстрационного варианта, который мы все увидели в конце августа. Книги для подготовки к ВПР. У нас большинство из них имеет гриф ФИОКО. То есть, мы прошли добровольную экспертизу и получили положительное заключение. Все наши пособия соответствуют в ГОСТ. То есть, не привязаны к конкретному учебнику и, соответственно, применимы с любым учебно-методическим комплексом. Ну и насчет цены и качества. Здесь мы стараемся, стараемся, еще раз стараемся. Вот то, о чем я уже успела сказать кратко. Это наш комплекс пособий, из чего он состоит. То есть, все книги, все предметы – это тренировочные варианты, прежде всего. Это те пособия, которыми мы пользуемся в выпускном классе. То есть, либо в 11-м, если речь идет о ИГ, либо в 9-м, если речь идет об ОГ. Второй блок – это тематические тренинги. То есть, это те пособия, которыми можно пользоваться не только в выпускном классе, но и раньше, в частности, в 10-м, если речь идет о ЕГ. Ну и третий блок – это отдельно стоящие пособия, которые посвящены сложным типам заданий, либо посвящены какому-то отдельному справочному материалу, либо посвящены определенному блоку заданий или задач. Сейчас мы переходим к нашему огромному пласту, огромному направлению. Это пособие «Русский язык и литература». И я с удовольствием приглашаю руководителя направления Сенину Наталью Аркадьевну, кандидата филологических наук, нашего любимого, заслуженного автора. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья Легиона. Сергей Георгиевич сказал только что, что мы 19 лет существуем на рынке образовательных услуг. Но это с таким названием издательство существует. Первая книга по математике под редакцией Федора Федоровича Лысенко вышла в 2002 году. Так что в математике у нас отмечают мини-юбилей. А первая моя книга «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» вышла в 2003 году. Наш юбилей состоится в следующем году. Я, конечно, присоединяюсь ко всем теплым и добрым словам, сказанным моими коллегами. Конечно же, хочу пожелать здоровья, относительного благополучия и спокойствия прежде всего, хороших, умных деток и, конечно, хороших результатов на итоговой аттестации. Ну а Легион, в свою очередь, способствует тому, чтобы вы, если вы пользуетесь нашими пособиями, получали хорошие результаты на ОГЭ и ЕГЭ. На ВПР у нас на написании работ всероссийских проверочных практически все получают хорошие результаты, но, тем не менее, линия пособий для подготовки к ВПР у нас тоже существует. Сергей Георгиевич сказал о том, что в ГОС немножко лихорадит и трясет, и меняется. Это так. Но ведь нам не дают расслабляться еще и на государственной итоговой аттестации. Мы видим, чтобы стабильность не перешла в стагнацию. Это не есть хорошо. В этом году ОГЭ у нас изменений не претерпел, чего не скажешь о ЕГЭ. Конечно же, мы подготовили новые пособия и ЕГЭ для подготовки к ЕГЭ, и для подготовки к ОГЭ. И хочу обратить ваше внимание, что, несмотря на отсутствие изменений в ОГЭ, книга основная, большая подготовка к ОГЭ «Русский язык-23», 30 вариантов, выходит с вариантами новыми, абсолютно новыми. Мы не повторяем для государственной итоговой аттестации прошлогодние варианты под новой обложкой. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Кроме того, буквально на днях появляется эта книга в продаже «Подготовка к ОГЭ 30 вариантов». И вы через несколько дней сможете в свободном доступе скачать с сайта издательства «Легион» тексты, начитанные мной и Андреем Георгиевичем Нарушевичем, для написания изложений. 15 текстов. Они отличаются, естественно, от прошлогодних. Ну, а сейчас вы видите обложки, но это ЕГЭ. Пока еще об ОГЭ несколько слов. Наши линии для подготовки к итоговой аттестации содержат несколько пособий. И туда входят тематические тренинги. Тематические тренинги мы издаем до выхода спецификаций. Коллеги, хочу обратить ваше внимание. Если вы открываете тематический тренинг для подготовки к ЕГЭ, например, на 2023 год, и видите, что первое задание не совсем совпадает с тем, которое было в прошлом году, вернее, не совсем совпадает с тем, которое вы увидели в демо-версии на 2023 год, это вовсе не значит, что книгой нельзя пользоваться. Только те книги, где стоит вот такая красная плашечка по новой демо-версии, полностью соответствуют проектам демо-версии. Обратите на это внимание. Но тематический тренинг и ОГЭ, и ЕГЭ для подготовки – это не те книги, в которых должно все идеально совпадать. Почему? Я неоднократно говорю на своих вебинарах о том, что мы против натаскивания. Когда вы освоите все темы, а для этого и предназначены тематические тренинги, когда ваши дети в 10-м ли, в 11-м классе или в 8-м и 9-м пройдут весь тематический тренинг, и к следующему году, ведь мы не знаем, что произойдет с тема-версией ЕГЭ через год, а если вы начали по тем тренингу заниматься в 10-м году, то это вовсе не означает, что там слово в слово все должно совпасть с тема-версией. Это подготовка, серьезная, глубокая подготовка, а не натаскивание. Вот когда вы отработаете все темы, вы можете переходить тогда уже к прорешиванию и 30, и 25 вариантов в ЕГЭ. Кроме того, у нас есть еще несколько пособий, и здесь обложки не представлены. О них предметно, о новых пособиях мы поговорим с вами 14 сентября, где я рассмотрю как раз все изменения, которые произошли в демо-версии ЕГЭ. Итак, ЕГЭ повезло меньше, чем ОГЭ. ЕГЭ и литература, и русский язык немножко. Можно переключить, да? Я как-то не стала пользоваться клавиатурой. Повезло несколько меньше. В литературе одно задание изменилось, и мы по-прежнему... Лариса, будьте любезны, литературу. И мы по-прежнему занимались литературой тоже. Мы подготовили для вас новую книгу с 20 вариантами. Раньше у нас было 15, а с прошлого года мы стали издавать литературу с 20 вариантами. И, наверное, уже полюбившимися вам моделями сочинений. Модели сочинений у нас есть и в тематическом тренинге ЕГЭ, обращаю ваше внимание. И вот в книге подготовка для сдачи ЕГЭ по литературе. Солидные, фундаментальные сочинения как маленького формата, так и большого. Их можно использовать также и для подготовки к итоговому сочинению выпускному. Готовится также книжечка новая Андрей Георгиевич в работе весь. Чтобы отразить в ней новые все направления и веяния, изменения, которые произошли у нас в этом году в итоговом выпускном сочинении. Поэтому и вебинар будет его, и пособие новое вы тоже увидите. Что же касается ЕГЭ по русскому языку, кардинальных изменений нет. Сразу вас успокаиваю. То есть не изменился, но основа не потревожена. Изменились формат некоторых заданий и незначительно критерии оценивания. По всем новым проектам у нас написано и по русскому языку, и по литературе пособие. И уже в конце сентября подготовка к ЕГЭ по новой демоверсии встретится с вами, со своим потребителем. Ну а мы методическую помощь оказываем вам не только в виде пособий новых, переработанных и так далее, но еще и на вебинарах. Вы уже успели, очевидно, посмотреть, какие темы мы для вебинаров предлагаем в этом полугодии. Мы стараемся осветить те вопросы, которые вам интересны, насущны. Вы часто предлагаете сами рассмотреть ту или иную проблему на вебинаре. Конечно, это прежде всего изменения в демоверсии. В демоверсиях у меня 14 сентября, по литературе 28 сентября. Это подготовка и новые направления итогового выпускного сочинения, Андрей Георгиевич прочитает, и многие другие темы. Коллеги, уважаемые, мы ждем от вас обратной связи. Предлагайте свои темы, что вас интересует. Пишите, мы всегда открыты к обсуждению. Я хочу пожелать еще раз вам всем здоровья, успехов. А Легион всегда с вами. Всех благ вам! Итак, уважаемые коллеги, продолжит нашу встречу у науководителя отдела математики Сергей Олегович Иванов. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. По математике у нас, как и по другим предметам, каждый год выходят новые пособия, исправляются, дополняются старые. Ну и я вам дам сейчас очень краткий обзор наших основных линейок. Это подготовка к ЕГЭ, подготовка к ОГЭ, подготовка к ВПР. В целом по изменениям по математике в ОГЭ изменений никаких не было. В ЕГЭ были изменения как на базовом уровне, так и на профильном. Но они фактически свелись к перестановке задач в некоем ином порядке. С точки зрения составителей задания были перегруппированы по тематическим блокам. Насколько это удачно, я не знаю, но тем не менее все эти изменения были учтены, разумеется, в наших пособиях, в наших тематических вариантах для подготовки к ЕГЭ. Давайте к презентации снова перейдем. Математика. Собственно ЕГЭ, в котором были изменения. ЕГЭ по математике, как вы наверняка знаете, сейчас проводится на двух уровнях. Это базовый уровень для тех, кому математика для поступления не нужна. И профильный уровень должны сдавать те, кто должен предъявить баллы по математике для поступления в ВУЗы на соответствующие специальности. Здесь представлены самые такие основные пособия. На самом деле пособий у нас намного больше. Ну вот две основных книги, они уже обе печатаются. Это математика. Да, уже обе вышли книги. Это математика базовый уровень 40 вариантов и математика профильный уровень 40 вариантов. Обе книги уже вышли. В обеих книгах учтены все изменения, которые были произведены в спецификации, в демо-варианте. Варианты в них новые. То есть все варианты будут 40 новые, не похожие на те, что были в прошлом году. То есть задач повторяющихся там в вариантах не будет. Ну и для предварительной подготовки у нас основные пособия. Это тематический тренинг, который слева, и тематический тренинг базовый уровень. Ну тематический тренинг это он общий на самом деле. Тут не написано профильный уровень, потому что он и для базового уровня подходит, и для профильного. Это тренировка по темам. Она может быть применена как для работы в классе, так и для самостоятельной работы. Там есть, если брать общий тематический тренинг, там задания всех уровней сложности, в том числе задания повышенного и высокого уровня сложности. Ну тематический тренинг базовый уровень, книжка попроще, ну и разумеется включает в себя только те задания, которые будут в ЕГЭ на базовом уровне. Сложных задач из профильного уровня там ожидать не стоит. Ну кроме того, внизу представлены другие пособия. Математика 1900 заданий с кратким ответом это тренажер, который предназначен для работы в классе, и который содержит большое количество заданий, удобен для групповой работы, для текущего контроля знаний, для контроля знаний при подготовке к ЕГЭ. Ну и всякие тематические пособия, их здесь больше, но теория вероятности, она была в прошлом году переработана, потому что были добавлены новые задания в теорию вероятности. Ну и также линейка книг авторов Прокофьева и Корянова, с которыми мы также сотрудничаем. Они готовят книги для задач повышенного и высокого уровня сложности, для задач с развернутым ответом. Это что касается ЕГЭ. В ОГЭ. Ну в ОГЭ в демоверсии спецификации изменений не было, но тем не менее книга, которая 40 вариантов, она написана заново, варианты все новые, повторяться с прошлым годом не будут. Также в ОГЭ есть основная подготовительная книга, это тематический тренинг. Тренинги у нас традиционно летом выходят здесь, опять же, все темы. И книжка эта подходит отлично для такой общей подготовки тематической. То есть как лучше готовиться, как в девятом, так и в одиннадцатом классе. Вначале лучше готовиться по темам, применяя тематические тренинги, ну или там тренажеры. А потом уже переходить к вариантам. Ну и также есть всякие дополнительные книги, поскольку тематический тренинг, она книга очень общая. И одной книгой подготовиться ко всем заданиям тяжело, конечно, поскольку эта книга ориентирована на самые широкие круги выпускников. Ну вот для тех, кто хочет подготовиться более интенсивно к практикоориентированным заданиям, которые были несколько лет добавлены в ОГЭ, есть вот соответствующая книжка «Практикоориентированные задания 1.5». Ну и для подготовки к задачам повышенного и высокого уровня сложности, соответствующие книги – это алгебра задачи ОГЭ с развернутым ответом и геометрия задачи ОГЭ с развернутым ответом. Они много раз переиздавались, но каждый раз в них вносятся какие-то небольшие изменения, дополнения, что позволяет им быть актуальными и на данный момент. Как они построены, там не только сами задачи, там и решения, и образцы решений учеников, к которым указано, какие ошибки они допустили, ежели допустили, и во сколько эти задачи будут оценены. Ну, то есть, чтобы учащиеся могли понять, какие ошибки и сколько стоят в потерянных баллах. Ну и карманный справочник, разумеется, здесь присутствует. Он подходит для всех классов. Ну, теперь что касается феросийских проверочных работ. Ну, они уже много лет выходят, как, собственно, появились феросийские проверочные работы. Ну, тут тоже фактически три группы книг. Ну, первая группа – это тематические тренинги. Точно так же, как и в выпускных классах, тематические тренинги хорошо подходят для подготовительной работы. Независимо от того, какая будет демоверсия, спецификация ВПР, они всегда актуальны, всегда подходят. Варианты тренировочные. Они каждый раз пишутся по актуальной спецификации демоверсии, и вот по ней выходят для каждого класса у нас 10 тренировочных вариантов. Ну, тут ВПР такое дело, что в отличие от ЕГЭ и ОГЭ, для которых демоверсии выходят в конце августа обычно, здесь в ВПРе демоверсии выходят уже довольно поздно, обычно в декабре где-то они появляются. Поэтому для тех, кто хочет не только тематический тренинг, но и варианты, у нас вот есть серия «Повторяем и тренируемся», которая содержит в себе как тематические разделы, так и тренировочные варианты. Ну, тренировочные варианты, они, поскольку книжка выходит обычно где-то в первой половине года, тренировочные варианты эти будут, разумеется, не по тем версиям, которые выйдут в декабре, потому что декабрь еще не наступил, а по тем версиям, которые есть на данный момент. Вот это что касается ВПРа. Так, что там дальше у нас? Ну и, разумеется, у нас множество других тематических пособий, как для старшеклассников, так и для промежуточных классов, и для начальных классов есть тоже пособия по математике. Ну, здесь на слайде представлены тематические тетради по геометрии. Это для 7, 8, 9 класса называются. Тетради для тренировки и мониторинга подходят для любого учебника. Поддержат множество тренировочных работ по разным темам. Ну и олимпиадной работой мы тоже занимаемся и пишем соответствующие посуды. Вот у нас основная книга для подготовки к олимпиадам. Это математика 6 и 11 класса олимпиады, которые разобраны по темам, как... Ну, там есть как теоретический материал краткий для олимпиадной работы, так и некоторое количество прорешенных задач, в котором приведены подробные решения. Ну и задачи для самостоятельного решения, чтобы готовящиеся к олимпиадам могли тренироваться, проверять свои силы. Вот это что касается тематических. Ну, а так вообще тематических книг у нас весьма и весьма много. Так, ну и про информатику кратко расскажу. Значит, в этом году в информатике в ЕГЭ произошли изменения, не так чтобы сильно кардинальные, но существенные. Ну, формат ЕГЭ не изменился, то есть там количество задач осталось, ЕГЭ по информатике по-прежнему на компьютерах сдается, но изменились две задачи существенно. Ну, как они изменились, это, я думаю, на тематическом вебинаре мы расскажем. Ну, а здесь я хочу сказать, что вот книга, которая выйдет очень скоро по ЕГЭ, если все изменения будет учитывать, и будут предложены в ней 14 тренировочных вариантов для подготовки к ЕГЭ по новой актуальной демоверсии ЕГЭ-2023. Ну, поскольку там предполагается работа с файлами, необходимые файлы можно скачать с нашего сайта будет, как эта книга выйдет. По ОГЭ также книга, подготовка к ОГЭ-2023, 22 тренировочных варианта. Ну, и карманный справочник, который был недавно переработан для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. На этом, я так понимаю, с... Да, с 16-го у нас будет вебинар по математике ОГЭ. Я приглашаю всех желающих, а 20-го будет у нас что? Да, ну 20-го ЕГЭ математика будет. Отвечаю на вопрос. Потому что, во-первых, сами варианты там получаются довольно большие. То есть подготовить вариант по информатике довольно сложно. Во-вторых, по информатике нет пока что такого разнообразия задач. То есть если в ЕГЭ задачи весьма и весьма разнообразны, что в базовом уровне, что в профильном уровне, поскольку ЕГЭ по математике в том формате, в котором он существует, он уже где-то лет 15. Соответственно, за это время были наработаны большие банки заданий. И задачи эти весьма разнообразны. То есть нельзя весь спектр заданий по математике вместить в 14 вариантов. По информатике здесь спектра задач намного меньше, потому что фактически вот в том виде, в котором она сейчас, она проходит второй год фактически будет проходить. Первый год она проходила вот в этом, в 2022 году, и вот за компьютерами. А вот следующий год, вот в 2023. И там разнообразие не такое большое, чтобы писать 40 вариантов. Ну а клоны одного и того же варианта делать в большом количестве мы смысла не видим. Ну, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо за внимание. И передаю слово главному редактору. Коллеги, сейчас подключает микрофон наш главный редактор Анна Витальевна Ильинова. Я, просматривая чат, благодарю вас за добрые слова, которые вы адресуете нам, авторам. Мы стараемся быть на высоте. А сейчас главный редактор. Я продолжу наш разговор. Мы не будем конкретно долго, обстоятельно останавливаться на каждом предмете, поскольку для этого у нас уже подготовлены и начинаются на днях тематические предметные вебинары, где будут отражены все изменения демоверсии, рассказаны, представлены особенности всех наших новых книг. Самый первый вебинар, который вас ждет, это 12 числа, вебинар, посвященный изменениям в ОГЭ и ЕГЭ по химии, проведет Доронкин Владимир Николаевич, вам известный. Я хочу сказать сейчас только базовые вещи по всем предметам. Во-первых, еще и еще раз я повторю, что по книгам с вариантами все варианты у нас новые. То есть вне зависимости от того, есть изменения стратегические или косметические в демоверсиях, или их нет. То есть ОГЭ и ЕГЭ книги новые, ежегодно полностью новые. И второй момент. В этом году у нас фантастически рано выходит ряд книг. Пособия ОГЭ по математике для подготовки к ОГЭ у нас уже есть в наличии. Вы можете заказать его на сайте. Варианты, да. Пособия для подготовки к ОГЭ по русскому языку приходят у нас из типографии завтра. И, возможно, тогда же появятся на сайте. Пособия для подготовки к ЕГЭ, базовый уровень по математике тоже мы ожидаем завтра. А профильный будет во вторник. Соответственно, в том числе и на следующей неделе выйдет ЕГЭ по русскому языку к концу недели. Я очень на это надеюсь. Мы ждем из типографии первую партию книг. Также по другим предметам большинство пособий у нас тоже находятся в печати. Единственный такой вот минус, сложность в этом году с биологией. Один из немногих предметов, который подвергся изменениям в ОГЭ, это биология. И нам пришлось практически готовую к печати книгу, подготовленную к типографии, пришлось практически переписывать. Поэтому мы сейчас спешим, ну, насколько это возможно, спешить в таких делах, и готовим новую книгу. И она увидит свет, наверное, где-то на грани сентября и октября, если так вот оптимистично и реалистично смотреть. Ну, и пособие к ЕГЭ по биологии тоже у нас увидит свет, скорее всего, в начале октября. Я надеюсь, что в первых числах. Это вот самые запаздывающие позиции. Обществознание у нас выходит из печати сегодня. ОГЭ выходит из печати завтра, и, соответственно, возможно, послезавтра оно появится у нас на сайте и появится в продаже. Пособие для подготовки к ЕГЭ придет ориентировочно через неделю. Ориентировочно, плюс-минус. И, кстати, да, обращаю ваше внимание, даже если пособий еще нет, вы можете делать предзаказ на сайте. Я рекомендую делать его вот почему. Когда поступает первая партия, книг зачастую не хватает, а предзаказы будут отгружены и отправлены в первую очередь. То есть есть определенный элемент дефицита на входе, в момент поступления книг, поскольку у нас не всегда поступает огромной какой-то вот частью партия, бывает поступает понемногу. Ну, где-то в течение там пары недель эта ситуация стабилизируется, но вот пока так. То есть вы можете делать предзаказы. Что касается принципиальных обновлений. Ну, как уже говорили все авторы, и повторюсь я, все варианты, которые посвящены у нас ЕГЭ и ОГЭ, это книги полностью новые. Часть книг тематических, часть книг с задачами у нас в этом году обновлено. В частности, например, по химии мы переработали тренировочные тетради, мы их оптимизировали, мы их сделали чуть меньше и чуть дешевле, скажем так, для пользователя, то есть более экономичными. Из принципиально новых пособий у нас готовятся две книги по английскому языку. Первое – это по новому заданию 38, письменное высказывание на основе таблицы и диаграммы. Это пособие у нас сверстано, пособие у нас практически вычитано, проходит там еще второе дочитывание – косметические доработки. Я думаю, скоро мы его сдадим в печать. И также готовится у нас к печати новое пособие по лексике для подготовки к ЕГЭ по английскому языку, пособие для всех готовящихся к ЕГЭ и не только к ЕГЭ, в принципе, для старшеклассников тоже. Достаточно интересное и полезное, то есть структурирует все лексические знания. Вы видите на экране наш комплекс. Что касается остальных предметов, я пройдусь коротко. Химия у нас вебинар 12 числа. Это первый момент. В печати у нас находится пособие для подготовки к ОГЭ. Оно уже скоро выйдет. Пособие для подготовки к ЕГЭ уходит в печать ориентировочно в пятницу, я думаю. В четверг, в пятницу этой недели, то есть где-то до конца месяца оно увидит свет. Все остальные пособия по химии у нас в наличии. То есть это тематический тренинг, задание базового повышенного уровня, тематический тренинг, задание высокого уровня. Книги по физике. У нас в ситуации тоже пособие для подготовки к ОГЭ в печати, для подготовки к ЕГЭ пойдет в печать буквально через несколько дней. С английским языком ситуация похожая. ОГЭ выходит к концу этой недели. Более того, мы уже записали аудиоприложение, сейчас оно обрабатывается и идет монтаж. И на следующей неделе аудиоприложение бесплатное будет у нас на сайте. Дальше. Про биологию я уже сказала. Основные книги чуть-чуть запаздывают, но ситуация выправляется стремительно каждый день. Что у нас еще? Обществознание и история. Обычно у нас об этом рассказывает Ольга Александровна Чернышева, руководитель направления по обществознанию, но сегодня ее нет, к сожалению. Я лишь коснусь того момента, что практически вся программа по обществознанию у нас в этом году подготовлено очень быстро. Книги в печати и уже на днях выходят из типографии и будут в продаже. Совсем принципиальные новинки, у нас ЕГЭ и ОГЭ полностью новинки. И готовится к печати у нас принципиальная новинка нормативные документы. Эта книга пойдет в типографию в сентябре, но в сентябре либо на начало октября она выйдет. То есть это принципиальная новинка, то, чего у нас не было. История. В истории появились у нас новые задания, и поэтому книгу подготовленную мы сейчас перерабатываем. То есть мы составили все линии, все блоки новых заданий. Сейчас, соответственно, переделываем, делаем рецензию, и книга готовится к печати. Ну, это где-то тоже конец сентября, если реально смотреть на вещи. Вебинар по истории у нас. Вебинары по истории. У нас 30 сентября вебинар по истории, который проводит Роман Викторович Пазин. То есть этот вебинар будет посвящен и ЕГЭ, и ОГЭ. Насколько ОГЭ? Только ОГЭ. А, только ОГЭ. А по обществу знаний у 13-го, Ольга Александровна Чернышева, у нас проведет вебинар, объединенный и по ЕГЭ, и по ОГЭ. Расскажет обо всех изменениях, представит свои книги, ну и, соответственно, откроет какие-то новые секреты подготовки. Вот. Я жду вопросов. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? И... да. Электронная версия пособия нашего издательства. Возможно, там, где это приложение электронное. То есть сейчас, в настоящий момент, у нас есть электронные приложения по информатике. Это жизненно необходимо. Это является частью экзамена. И, соответственно, мы это предлагаем. Аудио приложения мы даем по иностранному, то есть по английскому языку. Это тоже обязательно. Это является частью подготовки и частью экзамена. Электронные приложения, прочее, мы пока еще не приступили к этой разработке. То есть это достаточно большой пласт. Просто где выпускать книги в PDF, это, в общем-то, путь в никуда. То есть нужны какие-то новые формы, новые подходы, которые пока, я надеюсь, у нас в перспективе, в будущем. Вот. Первый вебинар по географии у нас 29 числа. Анна Борисовна Эртель расскажет у нас объединенно, я так понимаю, и ЕГЭ, и ОГЭ представит. И 29 числа в 15.00 вебинар по географии. Я могу еще раз пройтись. Иностранный язык, английский язык у нас 27 сентября, проводит Александр Сергеевич Юрин. По химии у нас в этом месяце даже два вебинара. Входной базовый вебинар по изменениям 12.00 и вебинар по типовым расчетным задачам 26.00 сентября. По русскому языку вебинар у нас 14.00 сентября. Записывайтесь заранее, поскольку ожидается большой наплыв слушателей, много желающих, поэтому советуем вам регистрироваться, записываться заранее, то есть не ждать последнего момента. Конечно же, пособия ЕГЭ и ОГЭ по географии будут выпущены. Более того, достаточно скоро по ОГЭ по географии у нас идет в печать на этой неделе, то есть до конца в 20-х числах сентября, ну, скажем так, в поздних 20-х, может быть, в районе 25-го мы увидим эту книгу. Пособия для подготовки к ЕГЭ по географии тоже готовятся и выйдет. То есть все под контролем, все идет по плану. Есть еще какие-то вопросы? Электронных книг у нас нет. И пока электронные книги в ближайшее время не планируются так, чтобы выпускать. У нас только приложения. Там, где это необходимо, где это продиктовано, спецификации, где это является частью экзамена. То есть электронных книг у нас нет. Я понимаю, что постепенно мы все переходим на цифру, но это больше касается нон-фикшн, художественной литературы. В учебной литературе здесь требуется какой-то более совершенный, более уникальный формат. То есть это универсальный, то есть это не FB2, и это не PDF классический, это что-то другое. То есть мы пока этой разработкой в настоящий момент еще не занимаемся. Хотя мы понимаем, что, возможно, этот вопрос нас зреет рано или поздно. Но пока нет. Пока вот так вот. О начальных классах сейчас у нас будет подробнейший рассказ. Расскажет наш старший редактор, заместитель главного редактора Надежда Михайловна Коновалова. Она уже идет, и я передаю ей микрофон, передаю ей слово. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Присоединяюсь ко всем поздравлениям касательно начала учебного года. Желаю вам хороших учеников и получать удовольствие от своего очень нелегкого труда. И, соответственно, радоваться полученным результатам. Я вам расскажу о наших пособиях по начальной школе. В этом году вообще мы это направление стремимся расширять. И добавляем все новые серии. Но основные наши пособия – это, конечно, ВПР. Наши пособия для ВПР по четвертому классу претерпевают уже восьмое издание. Это пособия, содержащие варианты по всем трем предметам, которые проверяют ВПР. Русский язык, математика, начальная школа. Но у нас вышло обновленное. Мы его ежегодно обновляем. В случае, если у нас в образцах ВПР возникают какие-то изменения, мы их в этой книге обязательно отражаем. Мы считаем с нашими авторами о том, что готовить ребенка к ВПР лучше заранее. Именно готовить его морально к виду заданий, к типам заданий. Чтобы ребенок понимал, что именно от него хотят и каким образом на этот вопрос нужно ответить. Поэтому пособия для подготовки к ВПР у нас существуют начиная со второго класса. Это пособия, которые также содержат варианты по всем трем предметам. И в общей сложности по 5 вариантов по каждому предмету. То есть в общей сложности 15 вариантов пособия для второго, третьего и четвертого класса. Также у нас представлены пособия по предметам отдельным. То есть русский язык, математика, окружающий мир для четвертого класса. По 10 вариантов в каждом пособии. Эти пособия у нас проходили грифование Федеральным институтом оценки качества и образования. Получили положительный отклик. Также для подготовки к ВПР у нас существует пособия справочного характера. В частности, справочница математики для ученика начальной школы. И пособия, содержащие задания в формате ВПР. Собранные в тематические блоки по русскому языку и математике. И позволяющие детям проработать все сложные для выполнения темы. И выполнять именно те задания, которые традиционно на ВПР, по результатам проверки анализа ВПР, вызывают у детей наибольшие трудности. Это русский язык и математики. Трудные случаи для подготовки к ВПР. Мурзиной и ее соавторов. Также мы готовим серии пособий. У нас по начальной школе также существуют тренажеры. Например, тренажеры по математике для 1, 2, 3, 4 класса. Готовим мы пособия, аналогичные по русскому языку, тренажеры по орфографии для 1, 2, 3, 4 класса. Наталья Аркадьевна Сенина с коллективом своих авторов трудится над этими пособиями. И мы рассчитываем, что примерно в октябре, в ноябре они уже будут доступны к заказу. Напоминаю вам о том, что у нас существуют опять-таки Наталья Аркадьевна книги «Тематические тренинги» по русскому языку для 1 и 2 классов. Мы рассчитываем все-таки в этом году выпустить также и 3 и 4 классы, чтобы у тех учителей, которые по ним занимаются, была вся полная линейка. Наш еще один ведущий автор по начальной школе Ольга Егоровна Жиренко, которая, кстати, уже в четверг, 8 сентября, проведет первый вебинар, посвященный начальной школе. Он будет о преемственности между начальной и основной школой. И 8 сентября Ольга Егоровна проведет такой интересный вебинар. Обязательно записывайтесь заранее, потому что преемственность между дошкольным и начальным, но еще лучше, потому что про дошкольные я вам расскажу чуть-чуть попозже. Одна из серий пособий Ольги Егоровны – это «Самоконтроль. Залог успеха каждого ученика». Уже доступны такие книги, как «Секреты русского языка. 1, 2, 3 класс». Мы также в ближайшее время выпустим 4 класс. Доступна также «Математика. 1 класс, именованные числа». И второй класс я так планирую, что тоже примерно в октябре у нас выйдет из печати и будет также доступен. Эта линейка у нас будет продолжаться. В ней также появятся пособия по окружающему миру, по литературному чтению, за всеми новинками. Вы можете следить на сайте нашего издательства. Также про них будут проведены отдельные вебинары по необходимости, если вам это будет интересно. В общем, ждем по ним обратной связи. Еще одна серия пособий у Ольги Егоровны – это индивидуальный образовательный маршрут младшего школьника. В ней также пока есть пособия по математике и русскому языку, начиная с 1 и по 4 классы. Эта серия еще готовится. Я так рассчитываю, что в ближайшее время мы сможем выпустить какие-то из этих пособий. И хочется верить, что это будет линейка сразу для всех классов, начиная с 1 и заканчивая 4. Тренажер по афрографии для 2 и 3 класса у нас уже практически готов. Тренажер по решению текстовых задач для 1 и 4 класса у нас также близок к завершению. Вот еще очень надеемся на то, что эти пособия будут заполнены для 2 и 3 класса по математике, для 4 класса по русскому языку. На следующий год мы планируем расширение этой серии и дополнение ее пособиями по литературному чтению и окружающему миру. Летние задания. Это эти серии пособий. Их можно выделить 3. Они у нас уже существуют в 2-й год. Они претерпели 2 года. Они пользуются любовью, я так надеюсь, и популярностью среди наших постоянных слушателей. Я объясню, в чем разница между двумя сериями пособий. Первая серия – это летние задания, а вторая серия – это задания на лето. Летние задания содержат по 40 занятий. Все задания в них основаны на понимании и переработке информации. То есть к тексту даются ряд заданий. То есть основное, что нужно сделать ребенку в этом пособии – это работать с текстом. Это то, что, к сожалению, очень часто у учеников начальных классов западает. Они не могут извлечь необходимую именно сжатую информацию. То есть они очень легко пересказывают. Они очень легко запоминают наизусть. Чаще всего легко. Но именно вычленить нужную информацию, получается, далеко не у всех. И летние задания, они как раз-таки рассчитаны именно на то, чтобы ребенок работал с текстом, издекал только ту информацию, которая ему нужна для выполнения какого-то задания. Задания на лето в этом году у нас были дополнены третьим классом. К следующему лету мы обязательно закроем эту линейку и выпустим четвертый класс. Принцип этого пособия несколько иной. Каждое занятие посвящено отдельному предмету. То есть одно занятие посвящено русскому языку, второе – математике, третье – окружающему миру, четвертое – литературному чтению. То есть проверяются именно конкретные знания ребенка по конкретному предмету. И ребенок работает не со всеми предметами сразу. Ему не нужно переключаться с одного предмета на другой. Он может в течение одного занятия заниматься только каким-то одним конкретным предметом. И какое пособие выбрать решает учитель и решает родитель. И в том числе решает ребенок. Что ему интереснее, с чем ему удобнее работать и какие задания ему интереснее выполнять. Ну и третья группа пособий в задании по лето – это задания по английскому языку. В прошлом году у нас вышел второй класс. В этом году мы чуть-чуть не успели выпустить третий класс. Но это пособие уже готово. Но мы его будем выпускать непосредственно к летним каникулам. И также к летним каникулам мы подготовим и занятия на лето по английскому языку для четвертого класса. Так что эта линейка у нас к следующему лету уже тоже завершится. Следующий слайд у нас. Немножечко подвис. Пока грузится слайд, был вопрос о пособиях по функциональной грамотности. В этом направлении мы думаем, в этом направлении мы готовим пособия. Как вам известно, в функциональной грамотности выделяется несколько направлений. Наталья Аркадьевна с своими соавторами готовит сейчас пособия по читательской грамотности. Помимо заданий у них также будут включены какие-то методические указания для учителей. То есть мы хотим дать не просто блок заданий, но в том числе и как-то облегчить работу преподавателей. И дать им какие-то рекомендации, какие-то подсказки о том, что это такое, и как работать, и какого плана задания нужно давать. В пособиях Ольги Егоровны и Жиренко по математике также есть задания, направленные на функциональную математическую грамотность. То есть при создании этих пособий уже изначально учитывались тенденции по развитию функциональной грамотности учащихся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас, к сожалению, произошел небольшой технический сбой, и у нас не получается загрозить презентацию. Но мне осталось вам рассказать о нашей серии по дошкольному образованию. Называется она «Я пойду в школу». У нас уже вышли в печать азбука для подготовки к школе и математика для подготовки к школе. Я думаю, подробнее о них будет обязательно рассказано на одном из вебинаров, в том числе тот вебинар, который у нас будет проводиться уже в этот четверг. На нем также будет сказано об этих пособиях. И, как я уже сказала, азбука и математика у нас уже вышли. К ним также готовятся прописи, к ним готовятся тетрадь для печатания буквы и тетрадь для штрихования. Также эта линейка у нас будет дополняться и расширяться. Прописи у нас будут не одна тетрадка, у нас их уже как минимум две. Одна тетрадь посвящена тому, чтобы научить ребенка писать элементы букв, а вторая тетрадь направлена на то, чтобы научить ребенка правильно эти буквы между собой соединять. Это то, что, к сожалению, у детей западает, начиная с дошкольного образования вплоть до 11 класса, увы. Это мешает и чистописанию, это мешает и скорости письма, и это то, над чем нужно работать, начиная уже с старшего дошкольного возраста, начиная с 6-7 лет. Но об этом также будет подробнее рассказано на вебинаре. Если у вас есть вопросы, мы их ждем от вас. Если вопросов нет, то я тогда передаю слово Ларисе. Спасибо за внимание. Ну что ж, уважаемые участники, мы сделали такой краткий обзор литературы, которую мы подготовили для вас к новому учебному году. Все книжки сейчас оперативно друг за другом выходят из печати. Следите за ними, за выходом всех наших книг на сайте издательства «Легион» в нашем интернет-магазине. Делайте предзаказы, это позволит вам быть в курсе поступления новинок в наш интернет-магазин. Вы выбираете нужную книгу, указываете свою электронную почту, и как только книга поступает в продажу в наш интернет-магазин, вам на почту приходят уведомления о ее поступлении, и вы сможете сделать заказ. Еще раз напомню о том, как осуществляется заказ, как можно сделать покупку в нашем интернет-магазине. Все очень просто. Заходите на сайт издательства «Легион», выбираете нужную книгу, это можно сделать, отфильтровав весь ассортимент книг по предметам, по экзаменам ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, начальная школа. То есть есть категории, которые позволяют вам долго не бродить по книжному магазину, а отфильтровать то, что вам необходимо. Далее выбираете книгу, складываете их в корзину, и при осуществлении заказа не забывайте указывать промокод. Как правило, у нас всегда есть промокод, который позволяет с большой, существенной скидкой, вот сегодня это 30%, сделать заказ, который будет приятен по цене. Мало того, что в нашем интернет-магазине книжки и так чуть-чуть дешевле, чем в обычных магазинах, а по промокоду это будет очень даже приятно. Кстати, по поводу промокода, сегодня это новинки23 при оформлении заказа. Не забывайте указать промокод новинки23, пишите его одним словом, нажимаете на стрелочку рядом, и вы увидите, что скидка просчитывается автоматически. И, коллеги, еще одно такое важное сообщение. Сейчас у нас, я уже даже не знаю, у нас ли, возникли затруднения с доставкой и оформлением заказов через Озон. Они уходят как доставщики, как транспортная компания от нас или с рынка, это точно я не могу сказать, но факт тот, что сейчас возникли некие затруднения с этой компанией. Поэтому мы рекомендуем при оформлении заказов на нашем сайте в интернет-магазине выбирать отправку почтой России и транспортными компаниями DPD и SDEC. Вот SDEC – компания, которая зарекомендовала себя как надежная, поэтому, коллеги, переходите постепенно с Озона на SDEC, а также Почта России и DPD. Когда будет информатика ЕГЭ? Как было сказано выше нашими коллегами, все книги сейчас находятся… Те предметы, которых коснулись изменения в демоверсиях ЕГЭ, а это, кстати, туда попадает и информатика, сейчас находятся на переработке, то есть наши авторы вносят изменения в соответствии с новыми демоверсиями коллеги, спецификациями, кодификаторами, и делают это как можно быстрее, но, конечно же, не доводя до того, чтобы страдало при этом качество. Поэтому я еще раз вас направляю в наш интернет-магазин за тем, чтобы вы за поступлениями новинок следили на нашем сайте. Не могу сказать точно, когда поступит книга для подготовки к ЕГЭ по информатике, но приглашаю вас делать это самостоятельно, отслеживать процесс поступления новинок на нашем сайте. Надеюсь, что в ближайшее время, по крайней мере до конца сентября, все новинки, но за исключением, наверное, биологии, все-таки именно этот предмет, можно сказать, пострадал больше всех, то есть в нем и в ОГЭ, и в ЕГЭ произошли изменения. А все остальные книги, особенно по основным предметам, русский язык, математика, уже вот-вот выйдут из печати, то есть поступят в продажу. Так, коллеги, я вас всех благодарю за участие. Я вижу, что среди вас очень много новых участников. Это радует. Я приглашаю вас всех на наш завтрашний большой вебинар, который будет посвящен новым ГОС. Его проведет Александр Павлович Уваровский. Это будет действительно большой завтра день вебинаров. Первая часть – это вебинар в 14.00, ПАВГОС. И в 15.30 продолжим разговор о совмещении… Так, минуточку, сейчас точно скажу, как называется завтрашний вебинар. О совмещении профессий, должностей в бюджетных образовательных учреждениях. Регистрация на эти вебинары уже открыта. Пожалуйста, регистрируйтесь. Приходите сами, зовите с собой директоров ваших школ, завучей, так как вопросы, конечно, общие. Поэтому ждем именно руководителей образовательных учреждений, ну и всех желающих. Ну, коллеги, а остальные вебинары были уже озвучены. Они у нас теперь будут проходить каждый день по всем предметам. График вебинаров размещен на нашем сайте. Я не буду повторяться сейчас. Мы уже об этом сказали выше. Поэтому, пожалуйста, самостоятельно заходите на наш сайт, знакомьтесь с ним, те, кто еще не знаком. Подбирайте книги, которые уже есть, продажи. Очень много пособий у нас по начальной школе. Сейчас дошкольное образование ему, этому направлению уделяется огромное внимание. У нас поступают новинки в продажу. Кроме того, у нас есть новинки по истории. Обратите внимание на учебник по истории, трехтомник, который довольно популярен среди учителей истории. Также обратите внимание на другие предметы, которые вам интересны. Есть обновления, есть новые, вернее, и обновленные, и новые книги по химии. В биологии мы обновили все. Ну, в общем, все, что мы делаем сейчас, это стремимся как можно быстрее и качественней переработать наши основные книги и готовить уже, можно сказать, неспешно новинки, которые не касаются обновлений, которые, вернее, не привязаны к демоверсиям контрольно-измерительных материалов экзаменов. Ну вот, уважаемые коллеги, наверное, на этом мы и попрощаемся с вами, но ненадолго жду вас завтра на этом же месте, на нашей образовательной площадке, на площадке издательства «Легион». И призываю вас регистрироваться на другие вебинары, которые мы также будем проводить с вашим участием. Готовьте ваши вопросы нашим авторам. Они сейчас тоже готовятся, составляют… Кстати, все вебинары мы планируем в соответствии с вашими пожеланиями, запросами. Поэтому, пожалуйста, на предметных вебинарах предлагайте темы следующих вебинаров. Это можно сделать, кстати, также и на нашем сайте. Поэтому те, кто еще не знаком с нашим сайтом, заходите, знакомьтесь, приобретайте книги. Ну и ждем вас всех на наших следующих мероприятиях. Всего вам доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok